Вот она, восточная сладость. Жизнь её вкусна, но коротка. Согласно госстандарту, срок хранения чербета не превышает один месяц. Если же производитель обещает больше, насторожитесь. В изделии длительного хранения, как правило, добавляются консерванты. Такие, как, например, сорбиновая кислота. Учтите, в больших количествах этот консервант может вызвать кожное раздражение и высыпание, особенно у детей. Изучаем этикетку дальше. Если производитель называет чербет молочно-ореховым, а в составе вы видите арахис, знайте, вас обманывают, арахис далеко не орех. Бобовая культура, вы же знаете, что такое? Горох, чечевица. И арахис относится тоже к бобовым культурам. Арахис гораздо дешевле настоящих орехов, но и пользы от него значительно меньше, чем, например, от фундука или миндаля. Теперь переходим к внешнему виду. Цвет должен быть топлёного молока без присутствия белых пятен в виде кристаллов сахара. Такой дефект означает, что чербет хранился неправильно, а значит, лакомиться им небезопасно. Ещё один признак недоброкачественности – липкая консистенция. Свежее изделие режется легко и к ножу не пристаёт. Внимание и на его структуру. Она должна быть мелкокристаллической. Крупные кристаллы говорят о нарушении технологии производства. Не хотите, чтобы восточная сладость оказалась горьким разочарованием? Тогда отыщите и дату изготовления. Чем свежее чербет, тем он вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова